Друзья, всем огромный привет! В общем, по заказу некоторых зрителей выкладываю диету по дням, на которой я сидел буквально, ну, где-то месяц назад. До конца я не досидел. Там 21 день. Просидел где-то, ну, чуть больше недели. 9 дней. Собственно, прям по дням все это опишу. Я в Excel сформировал по ячейкам, чтобы удобно было. И попробую этот файл еще прикрепить под видео. Собственно, в описании. И что хочу сказать, что я ничего не советую, никому не советую, да, сидеть там на этой диете, либо на какой-то еще другой диете. Я сам по себе понял, что это дело все индивидуально. И лучше делать это совместно с врачом. То есть обследоваться сначала, а потом принимать такие решения. Потому что в ходе, например, данной диеты, да, я столкнулся с тем, что у меня начал болеть живот. Два раза живот болел очень сильно. Ролина он видела, и меня прям загибало один раз. Я пил нож по мезинфорте, а то не сразу помогало. Я прям спать не мог. Мне, знаете, я просто как катался по полу, не знал, какую позицию занять. То есть ходил, бродил и так далее. Плюс были проблемы со стулом. Ну, как со стулом, то есть я вообще в туалет в принципе не ходил, то есть там 2-3 дня. То есть это дело все индивидуальное. Но скажу так, что результат, в плане который я хотел добиться, снижение веса, результат был, вес снижался. Ну и что еще сказать? Есть там блюда вкусные, есть не очень вкусные. Но это все от дела вкуса людей зависит. Но и при этом там много курицы. И курица мне уже, ну, на 7-8 день уже надоела. Честно, мне даже есть не хотелось. Поэтому для всех это все индивидуально. Раз я пообещал, я это выкладываю, смотрите, ну, сидеть, не сидеть на ней, сами принимайте решение. Плюс, я уверен, что многие умные люди с богатым опытом различных диет будут смотреть вдруг этот ролик, то, пожалуйста, комментируйте, пишите, чего бы вы добавили или чего вы считаете там неправильно или правильно наоборот, то есть или кто там сидел на ней, пишите обязательно результаты. Это будет очень интересно. На данный момент я сижу, как бы, так сказать, на кето-диете, хотя можно ее диетой в принципе не называть, потому что я отказываюсь. Ну, самое такое больное это был хлеб в плане того, что это лепешечки я любил и так далее. А в остальном ем жирную пищу разную, то есть пока проблем с животным со стулом нету, все нормально. В общем, погнали по диете каждый день. Итак, друзья, давайте начнем. Значит, день первой этой диеты. Сразу же предупреждение, что за 30 минут до завтрака выпиваем стакан воды, каждый день, желательно газированный. Все продукты извешиваем в сыром, сухом виде. Для этого нам будут необходимы электронные кухонные весы. Значит, сахарозаменители фит-парад и любой таблетированный по вкусу, но я ничего не использовал лично. Значит, первый день завтрак. Два сырника плюс кофе-чай с молоком. 2,5% 20 грамм. Так и сделал, только я пил чай без молока. Но сахар. Значит, рецепт сырника в 6 штук делим на 3 приема. Это творог 1,8% 200 грамм, сяная мука, яйцо, ванилин, подсластитель и соль по вкусу. То есть, мы, в принципе, так же и делали, только без подсластителя. Вот, жарим на сковороде, смазанное растительным маслом. Давайте сразу договоримся, что граммульки я читать, наверное, не буду. Тут у вас, в принципе, все видно. Я сделал, смотрите, все в одном файлике, в экс-элике. Все дни сохранил файлик. В принципе, потом попробую как-то в Ютубе, там, в комментариях или в описании прикрепить. Значит, дальше. Перекус. Перекус, что подразумевает? Сразу тоже скажу. Завтра, к примеру, у меня был где-то в 6 утра, перекус в 10 утра, обед в 12, еще один перекус в 3 и ужин где-то в 6 вечера. Но вы каждый себе сами подбирайте, как вам удобно по времени. Значит, перекус 2 сырника и зеленый чай. Значит, обед. Куриная грудка, тушеная с болгарским перцем и картофелем. Значит, рецепт грудка куриная, перец болгарский, картофель, зелье смельчаем, тушим до готовности. Значит, из этого всего, как бы, мне сырник понравился, кофе все понятно. В принципе, куриная грудка, тушеная с болгарским перцем и картофелем тоже классно, но суховато. Суховато, видите, тут как бы масла нет, добавляется. Второй перекус. 3 часа, 2 сырника, зеленый чай. Кстати, зеленый чай мы до сих пор пьем. Нам очень понравилось. Без сахара его, кстати. Ужин, салат из тунца и овощей. Значит, берется тунец консервированный, собственно, соковыреный яйцо, укрепчатый, масло оливковое, либо растительное, любой сок лимона. Мне салат из тунца не очень понравился, потому что, видимо, сам тунец надо выбирать по-разному. Каждая баночка по своему вкусу, либо каждая фирма по своему вкусу. День второй. Значит, про воду уже не говорю. Завтрак яичницы из двух яиц, с растительным маслом на 2,5 грамма, кофе, чай с молоком, сыр камстронской. Значит, ну, все понятно, яичница, в принципе, я думаю, всем нравится, это вкусно, сыр тоже вкусно. Значит, перекус. Творог 1,8%, 100 грамм, банан. Суховатенько, но сладенько. Обед. Куриная грудка с тушенными помидорами. Делим на две части. Делим на две части, когда пишется, это обозначает, что мы одну часть едим в обед, другую ужим. Плюс гречневая каша. Рецепт гречневого крупа, куриная грудка, помидоры, чеснок, зелень. Это вкусно. Это получается, кстати, жиденько, не сухо. Значит, перекус. Йогурт натуральный, 3,2%. Но! Без всяких примесей. Только голый белый йогурт. Вот. И в него добавляем ванилен, 2 грамма, либо сахарозаменитель. Ужин салат из овощей, плюс вторая часть тушеной грудки. То есть огурец, помидоры, масло оливковое и вторая часть тушеной грудки. Поехали дальше. День третий. Завтрак овсяная каша на воде. Добавляем в кашливочное масло, 3 грамма, кофе, яйцо, одна штука. Ну, мне овсяная каша как бы с вечера. Ну, по-разному делать. Мне отсюда она не понравилась. Вот. Как вам, пишите. Значит, перекус творог 1,8%, 100 грамм груши. 140 грамм. Этот перекус мне очень нравился. Груша, она очень сочная. И, соответственно, кукость творога с точностью груши сочетается прям огонь. Значит, обед. Ментай припущенном воде с овощами. Можно запечь. Плюс перловая крупаж, 100 грамм. Делементально две части. Оставляем на ужин. Рыбка и моя все. Я это люблю. Плюс перловая крупа. Я по памяти помню, что это очень сытно было. Я так наелся прямо от живота, потому что перловая крупа она еще сдулась так. И, кстати, частично приняла вкус рыбы. Это круто. Перекус грецкий орех. Ну, обычный перекус. Такой легенький. С жирненьким орешком. Ментай припущенном воде с овощами. Это ужин. День третий завершен. Поспали. День четвертый. Значит, завтрак. Овсяно-блин плюс кофе. Овсяно-блин мне офигенно понравился. Это клевая штука. Овсяная мука, 30 грамм яйца, молоко. Прям тема. Тема. Советую. Жарим на сковороде смазанной растительным маслом. Перекус. Хлебцы. Доктор Корнер. Одна штука. Не знаю, почему здесь так, но вот в этой диете хлебцы определенные, сыр определенный. Разница, наверное, в них есть. Наверное, стоит соблюдать, но иногда такая проблема будет. Магазин приходишь, там магнитерский, ну магнит, там пятерочку, либо еще куда-то, и там нету адыгейского, есть костромской. Но в таких случаях ты же не будешь там всем в магазин оббегать, хотя это может быть и полезно было бы для здоровья, для калорий. Но мы пару раз нарушили и купили там вместо адыгейского костромского, вместо костромского адыгейского. Значит, и зеленый чай. Тоже перекус такой себе, знаете, ну я не любите хлебцов, но похрустеть можно. В принципе, сыр, все это тело, тему сглаживает и зеленым чайком все это с горлышка пробиваете с желудок и в принципе нормально. Обед. Печень куриная, тушеная с луком, репчатым, делим на две части, оставляем на ужин на одну часть, плюс греча. Рецепт печи на куриное, лук репчатый. Вот это тоже клевая штука, печень мне нравится, лук репчатый тоже придает ей аромата, прикольно. Измельчаем тушим до готовности. Перекус яичницы с адейским сыром и томатами. Скажу так, так что мне было неудобно яичницу с собой брать, тем более там разогревать где-то. Мы сделали как? Ролина мне положила два яйца и адыгейский сыр и томаты. Вот. Мне Ролина все готовила, значит мы для этого купили специальные формочки, так сказать, чеплашечки и собственно она размещала, мне подписывала когда какой есть. Удобно, классно, Ролинка, тебе привет, ты прям самый лучший. Вот, дальше обжариваем адыгейский сыр и томаты с двух сторон и заливаем яйцом. Ммм. Это если яичницу, жарим на сковоре с масло-растительным маслом. Ужин, печень куриная, тушеная с репчатым луком. Это крово. Клево. Спать легли, проснулись день пятый. Завтрак овсяный скрэмбл делим на два приема пищи. Кстати, скрэмбл тоже по памяти в принципе ничего, но какой-то вкус тогда был непонятненький. Для меня это что-то было новое. Но он с бананом был. Как я помню, вкусом банана, поэтому все нормально было. Молоко, овсяные хлопья, яйцо одна штука, банан, подсластитель, соль по вкусу. Подсластитель мы не добавляли. Банан измельчить вилкой, добавить яйцо, молоко, овсяные хлопья. В кружки. Мы поставили в кружки, можно в силиконовой форме поставить в СВЧ на 2-3 минуты. Я думаю, можно это и в духовке сделать. В духовке, наверное, даже будет вкуснее. Перекус. Яблоко зеленое, 100 грамм. Ой, 170 грамм зеленый чай. тут что объяснять, нечего. Обед. Курица по-французски делим на два приема. О, чувствуете? Банджурь, банджурь, тут уже французы приехали. Значит, рецепт. Помидоры, 20 грамм, сыр констерской, йогурт натуральный. Скажу так, курица получилась кислая. Я не знаю, по-французски она кислая или нет, но она получилась кислая. Все это связано с йогуртом. То есть, если бы там было мазик, было бы дело другое. Но да ладно, я это тоже съел, более-менее. Гуру кукуриную порезать, порционно пластами, можно отбить, выложить форму для взбекания. По-моему, там до какого, до 10-го, до 9-го дня у меня есть видео на канале, то есть, вы можете посмотреть всю эту пищу, я вам показываю и рассказываю свое состояние. До 10-го дня. Потом я заболел ковидом и, соответственно, переобулся и ушел на кедр. Перекус овсяный скрэмбл, сегодня зеленый чай. Кстати, я помню, вот этот перекус овсяный скрэмбл, я его прям заталкивал в рот, потому что в 3 часа он уже стал сухим достаточно, но очень гад сытный. Ужин курицы по-французски. Значит, день 6, завтра гречневая каша на воде, плюс кофе. Ну, это нормально. Перекус. Клепцы Дортер Корнер, сыр одегейский, 20 грамм, зеленый чай, об этом тоже говорили. Обед салат из куриной грудки, делим на два приема. Рецепт. Куриная грудка, капуста пекинское, яйцо, зелень, огурец, йогурт натуральный. Ну, что я тут скажу? Салатик все-таки суховатенький, почему-то йогурт натуральный не дает нам такой вот жирности, как майонезик. Ну, это и понятно, тут 3-2% все. Ну, да ладно. Вот в этот день у меня уже начало просыпаться отвращение куриной грудки. Вообще курица в целом. Значит, перекус, створок 1,8%, 100 грамм, яблоко, зеленый чай, узн, салат из куриной грудки. День седьмой. Завтрак. Фасоль стручкового яйца, рецепт фасоль 150 грамм. Кстати, скажу, день седьмой, день одиннадцатый, день тринадцатый в этой диете не было, поэтому в эти дни вы можете другие дни брать любые. Нарушения нет. Ну, выбрал вот я день седьмой. Видео, другой день был у меня. Завтра фасоль стручкового яйца. Вот это, кстати, очень вкусно. Фасоль, яйцо, соло, соус. Фасоль тушим в своем соусе под крышкой и заливаем яйцом. Это клево. Перекус. Черечня и абрикос. 150 грамм. Не знаю, где вы сейчас найдете. Скорее всего, зимой не найти. Можно заменить, я думаю, другими какими-то ягодками или фруктиками. Обед. Оладьи из куриной печени делим на два приема. Обед, ужин, плюс салат из овощей, огурец, томат, пекинская капуста, растительное масло. Оладьи из куриной печени я ел. Это очень вкусная штука. На 4C печень куриная, лук репчатые, овсяные хлопья, яйцо. Все измельчаем блендером, добавляем овсяную муку, жарим на сковоре с мазанным растительным маслом. Перекус. Йогурт натуральный, сахар замедлили по вкусу, можно ванилье. то есть, тупо йогурт. Ужин, оладьи из куриной печени, плюс салат из овощей, огурец, томат, пекинская капуста. День 8. Завтрак. Овсяная каша на воде в слухом виде 30 грамм. Добавляем в кашливочное масло, сыр адагейский. Значит, перекус творог с фруктами, это, кстати, мое любимое, в принципе, творог, йогурт натуральный, яблоко 50 грамм, груша 50 грамм. Вот это прям жиденько получается, это прям хорошо глотается, легко журьется, и, в принципе, вкусовые сосочки, как говорится, балдеют. Обед. Куриная грудка в йогуртовом соусе. Ну, вот видите, как тут много куриной грудки, да, вот, я не знаю, кто разрабатывал диету, я в нее вмешиваться не буду, но мне реально перебор был с курицей, с летающими вот этими птичками. Значит, рецепт куриная грудка, натуральный йогурт, перец сладкий, паприка, соль, перец по вкусу. Может быть, кстати, надо было солить, я, по-моему, толком, да, мы с ралиной не солили, если бы солили, был бы другой вкус. Поэтому от соли, наверное, не отказывайтесь. Перец нарезать колечками, удалить семена, затем каждое колечко разрезать пополам, с куриной грудки снять кожу, ножом сделать небольшие надрезы, в каждый надрез вложить полоску сладкого перца, посыпать солью, сделать йогурт и соус, йогурт смешать с паприкой, добавить соль по вкусу. Грудку залить вот этим йогуртным соусом, потом посыпать тертым сыром и запекать при температуре 180 градусов в духовке 40 минут. Перекус яйцо отварное, одна штука, горит 100 грамм, зеленый чай. И ужин, куриная грудка в йогуртовом соусе. Девятый день, завтрак, каша на воде плюс сыр камстромской, то есть гречневая каша у нас, перекус творожное, суфле, делим на два перекуса, значит творог, молоко, желатин, подплатили по вкусу, какао, какой написал, надо исправить, подождите, какао, вот, ванилин, вода, желатин заливаем водой и ждем когда набухнет, 10-15 минут, затем добавляем посластитель, ванилин, молоко и нагреваем до полного растворения желатина, не доводя до кипения, снять с огня и дать немного остыть, смешать творогом с желатиной смесью, творог с желатиной смесью, сбить блендером до однородности, разделить смесь на две части, в одну добавить какао, опять как он написал, и перемешать, а слоями выложить смесь в форму и убираем в холодильник на 2 и более часов, потом соответственно кушаем, обед, куриные котлеты с творогом, получаются 4 порции, делим на обед и уже, плюс салат из овощей, огурец, масло растительное, кстати, так, рецепт куриная грудка, творог, лук репчатый, это вкусно, это тоже ел, куриные котлетки с творогом, прикольно, пропускаем все ингредиенты через мерсорубку и из фарша формируем 4 одинаковые котлеты, запекаем в духовке, можно творог и фарш, кстати, куриный купить, как мы и поступили, перекус творожное суфле, ужин куриные котлеты с творогом, плюс салат из овощей, 10 день, значит, завтрак, банановый смузи, это нормально, рецепт кефир, так, кефир полстакана, овсяные хлопья, заварить зарядное кипятком, заменили по вкусу, банан, все измельчаем, перемешиваем в блендере, перекус сыр и Камстромской, 20 грамм яйцо вареное, зеленый чай, это тоже стандарт, обычно, обез шелчки из индейки, они вроде вкусно, но получились очень сухие, значит, плюс огурец, плюс помидор, рецепт куриная, куриная, лимон, оливковое масло, приправа для курицы, мясо нарезаем на небольшие кусочки, укладываем в глубокую миску, добавляем столовую ложку оливкового мяса, масло и приправу, сюда же выдавливаем небольшое количество лимонного сока, отправляем все мариноваться в холодильник на несколько часов, насаживаем мясные индейки на шпажки, между кусочками добавляем в ломтики лимон, отправляем шашлыки в разогрев до 200 градусов духовку на 20-25 минут, если не шпажек, можно просто запечь в какой-то емкости с дольками лимона, но в принципе нормально, вкусно, перекус, йогурт натуральный, 200 грамм зеленый чай, ужин, шашлычки, индейки, плюс огурец, плюс помидор, и перескакиваем день 11, завтрак 2 сырника плюс кофе, это хороший завтрак, мне нравится, правда сейчас я намного больше завтракаю, но все равно, скажу так, что вот этими завтраками я не наедался, я был голодный, в принципе иногда, как говорил в видео, что даже до 10 часов, там или до 3 часов после обеда, мне не хватало, этой пищи, энергии и так далее, рецепт сырников, все понятно, творог, овсяная мука, одно яйцо, заметили, овсяная мука, да, необычная, жарим на сковороде, смазанное растительным маслом, перекус 2 сырника, зеленый чай, обед, куриная грудка тушеная с болгарским перцем и картофелем, это ранее мы обсуждали, то есть это уже было, в первом дне, и ужин салата с тунца из овощей, то есть, тунецкая циверин, салат с соков, вареное яйцо, лук репчатый, масло оливка, тоже в принципе это обсуждали, день 12, значит, завтрак, фасоль стручковая в яйце, это тоже у нас было, да, уже рецепт фасоли, яйцо своего соуса, надо найти зимуфик, найдешь у нас на Урале, но где-то может у вас есть они, оладь из куриной печени, плюс калат из овощей, пекинская капуста, растительное масло, говорит с томатом, значит, все это мы тоже обсуждали, летим в 13 день, значит, ух, как он увеличенный, увеличенный завтрак, банановый смузи, тоже повторяемся, рецепт есть, перекус хлебцы, корная одна штука, яйцо вареное, зеленый чай, сыр, обед курица в кефирном море, и цветная капуста, делим на два приема, то есть, ну, рецептики подробно, вы потом можете посмотреть, пролистать все денечки, в принципе, ну, как бы, готовая диета для вас, значит, завтрак, овся на блин, мой любимый овся на блин, пускай, плюс начинка для овся на блина, блина, сыр, комсторской, 20 грамм, все ингредиенты перемешиваем, добавлено 40, сахар, замесили, жарим на сковороде, смазанное растительным маслом, на готовый блин, кладем натертый слыр, и складываем пополам, перекус яблонка зеленая, блин, вот этого яблока зеленого, перекус, это очень мало, прям очень, вообще не наедался, обед салат из тунца, из овощей, перекус натуральный йогурт, сахар заменитель, какао 5 грамм, все перемешать, ужин салат из тунца, и овощей, 15 день, завтрак, яйцо вареное, хлебцы доктор Коннора, на штуках, сыр 20 грамм кофе, тоже не наедался, к сожалению, но это знаете, эта диета, возможно, и нацелена на дефицит калорий, то есть, больше сжигаете, меньше потребляете, и худеть, в принципе, на этой диете, как я и говорил, я худел, то есть, граммы снижались, килограммы даже снижались, так, перекус творожное суфле, значит, творог, желатин, вода, ванили, натуральный йогурт, сахар заменитель, по вкусу, заливаем желатин водой, ждем, когда набухнет, творог, йогурт, сахар заменит, смешиваем до однородного состояния, когда желатин набухнет, нагреваем в водяной бане, до кипения не доводим, затем вливаем, медленно помешивая желатин, в полученную массу, разливаем по формам, ставим в холодильник, обед, суп из куриной грудки с чечевицей, это вкусная тема, рецепт, грудка куриная, помидоры, чечевица, лук, репчатый, масло растительное, так, отвариваем грудку, измельчаем ее, вставляем бульоне, засыпаем чечевицу, варим до готовности, обжариваем томаты и лук на растительном масле, затем укладываем в бульоне, перекус творожное суфле, ужин суп из куриной грудки с чечевицей, значит, дальше, день 16, каша на воде, гречневая, сырком с томской, 20 грамм, перекус творожное суфле, обед куриной котлеты с творогом, я говорил о невкусной, плюс салат овощей, из овощей, томата, курец, масло растительное, перекус творожное суфле, ужин куриные котлеты с творогом, салат из овощей, томата, огурец масло растительное день 17 овсяно каша на воде что мне не понравилось зачем еще раз напоминаю не знаю ведь мы повторение мать учением сыр 20 грамм кофе перекушала к шоколадный кекс кружки мы его не ели есть рецепт честно мы до него не дошли делим его на два перекуса значит банан 80 грамм яйцо куриное одно какао-порошок ложь тогда чайной ложки разрыхлитель теста пол чайной ложки йогурт 3 2 процента 50 грамм сахара заметьте по вкусу размечаем вилкой до однородной массы наливаем в кружку смазанным растительным маслом и ставим в свч на три минуты либо хорошо разогретую духовку силиконовой форме после приготовления вынимаем с формой разрезаем и смазываем йогуртом обед но это я думаю вкусно ребят выглядит по рецепту петельном куриные котлеты с творогом салат из овощей перекус шоколадный кекс куриные котлеты это уже на ужин с творогом и салат из овощей 18 день рак чё тут наделал 18 день завтра творожная запеканка делим два приема пищи плюс кофе рецепт творог яйцо на штука изюм овсяная мука перемешиваем и пекаем духовке перекус груша орехи грецкие вкусно обед ментай на овощной подушке рис 20-30 грамм делим ментай на две части оставляем на ужин рецепт мента 400 грамм в укрепче 75 грамм морковь 100 грамм перекус творожная запеканка на ужин ментай на овощной подушке ментай вкусная рыбка клёва день 19 завтрак банановой смузи мы его уже делали перекус хлебцы доктор коннер снова сыр 20 грамм тут уже сыр почему-то не говорится какой адреский либо камстромской либо уже любой можно яйцо вареный зеленый чай обед курица кефирном маринаде и цветная капуста перекус овощной салат и зеленый чай ужин курица в кефирном маринаде цветная капуста день 20 завтрак п.п. хачапури чай это тоже я не пробовал но п.п. хачапури звучит интересно рецепт сыр к 35 грамм овсяная мука 25 грамм кефир 1 процент 100 грамм яйцо куриная одна штука зелень 15 грамм сыр натереть на крупной терке добавить кефир мелко нарезанную зелень все перемешать жарить с двух сторон на антипригарной сковородке перекус яблоко зеленая с 80 грамм зеленый чай обед куриная печень делим на два приема макароны твердых сотов 60 грамм огурец 80 грамм порезать ломтиками печень куриная лук репчатый ну в общем это вкусно перекус йогурт натуральный зеленый чай ужин куриная печень огурец последний день эта диета на три недели рассчитана видимо где-то перед морюшком либо еще когда-то там к лету готовимся в общем в день 21 завтрак овсяная каша на воде опять же коллекции на перекус дуртер коннера на штука сыр 20 грамм зеленый чай обед индейка тушеная с луком гречневая крупа 50 грамм овшной салат огурец помидоры растительное масло измельчаем и тушим до готовности это про индейку и лук репчатый значит перекус йогурт 3 2 процента 200 грамм какао 5 грамм сахарозаменитель ужин фасоль стручковое вице рецепт фасоль 300 грамм яйцо 1 штука масло растительное 2 5 грамм фасоль отваром и заливая вот собственно и все ребята кому хочется пробуйте диету но осторожненько потому что я уже еще раз напоминаю что время диеты у меня болел живот два раза при том очень сильно не знаю совпадение это не из простали либо с этой диеты связано или нет или просто с изменением образа жизни поэтому диету ему показал ничего не советую каждый сам для себя принимает решение нравится ему эти продукты не нравится ведь это очень зависит на сам процесс то есть большая зависимость от того нравится ли вам эти продукты все подписывайтесь обязательно на канал всем удачи пока крепкого здоровья не болейте до свидос